Пять особых наград от Аллаха для тех, кто воспитывает девочек. исламдаг.ру Портится мужчина, портится семья, портится женщина, портится весь народ. Эта кавказская пословица указывает на важность воспитания дочерей в семье и в обществе, а также катастрофичность последствий, если этот процесс был упущен. Тем не менее, у некоторых кавказских семей на бытовом уровне сложился неправильный стереотип. Считается, что не стоит особо радоваться рождению дочери. Однако у родителей, воспитанных на мусульманских традициях, такие предрассудки давно уже в прошлом. Такие же предрассудки, наверное, были у многих народов. Например, у арабов в доисламские времена рождение дочерей в семье, особенно второй и последующей, было постыдным делом для этой семьи. А если в семье рождались только девочки, это уже означал позор для всего рода. Чтобы смыть такой позор, многие прибегали к страшному обычаю – закапыванию новорожденной девочки. Как бы странно это ни звучало, любой отец из-за частых издевок и насмешек своих соплеменников мог унести свою дочь в пустыню и закопать живьем. Ему это лишь делало честь, это было вполне обыденным явлением у арабов в доисламскую эпоху. Всевышний Аллах в священном Коране об этом сказал, смысл. И когда похороненная живьем девочка будет спрошена в укор ее убийцы, за какой грех она была убита. Но с приходом ислама эта страшная традиция была запрещена, соответственно, рождение дочери в семье перестали считать чем-то постыдным. Например, мусульмане стали одинаково радоваться рождению каждого ребенка вне зависимости от пола. Рождение ребенка – это подарок от Всевышнего, который он вручил родителям на хранение. А те родители, которые знают, что за воспитание дочерей ему готовны особые награды, будут радоваться рождению дочерей еще больше. Как на это указывают прекрасные хадисы посланника Аллаха, рождение дочери приносит ее родителям большую награду и благословение. Если любящие родители будут окружать свою дочь заботой, любовью и поддержкой, воспитают ее достойно, дадут хорошее образование, Всевышний одарит их великими наградами. Первое. Их ждет рай. От Абдуллаха ибн Аббаса, да будет доволенными обоими, Аллах передается, что посланник Аллаха сказал «Того, у кого была дочь, которую он не закопал заживо, не унижал и перед которой не отдавал предпочтение сыну, Аллах ведет в рай». Второе. Рай станет для них обязательным. От Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, передается, что он слышал, как однажды посланник Аллаха сказал «Для того, кто является отцом троих дочерей, которым он предоставит приют, которых будет содержать и по отношению к которым будет проявлять милость, рай станет обязательным». Затем его спросили «А если он будет иметь двух дочерей?» О посланник Аллаха. На что он ответил «Даже если двух дочерей будет иметь». Третье. Защита от адского огня. От Айши, да будет доволен ее Аллах, передается. Однажды какая-то женщина, просившая подаяние, зашла ко мне с двумя своими дочерями, однако у меня не нашлось ничего, кроме одного финика, который я и дала ей. Она разделила этот финик между своими девочками, а сама не отведала ни кусочка, после чего встала и вышла. Потом к нам зашел пророк Алейиссаляту Ассалям и рассказала ему об этом, а он сказал «Эти девочки защищают от пламени ада того, кому они были посланы в качестве испытания». В той версии этого хадиса, который передает Ибн Хиббан, сообщается, что пророк Алейиссаляту Ассалям сказал «Эти девочки защищают от пламени ада того, кому они были посланы в качестве испытания, если он относился к ним наилучшим образом». Эта версия подразумевает, что если человек, которому Аллах пошлет испытание, возложив на него бремя забот об этих девочках, будет заботиться о них должным образом, то наградой за это ему послужит спасение от огня. 4. Щит от огня ада Также от Аиши, да будет доволен ее, Аллах передается, что посланник Аллаха Алейиссаляту Ассалям сказал «Тому, кто воспитает трех дочерей или трех сестер, к которым он относился наилучшим образом, они будут щитом от огня ада». 5. Пребывание рядом с пророком Алейиссаляту Ассалям От Анаса ибн Мали, когда будет доволен им Аллах передается, посланник Аллаха Алейиссаляту Ассалям сказал «Тот, кто воспитает двух дочерей до их совершеннолетия, в день воскрешения будет рядом со мной, вот так, и прижал друг другу два пальца». Это лишь несколько примеров того, как наша религия заботится о девочках. Ислам предписывает нам заботиться о своих дочерях, удовлетворяя их физические, эмоциональные и умственные потребности и будучи любящими родителями. Помните, если у вас есть дочери, то вас ждет великая награда.